Также, да, почему вот именно был выбран данный вариант, вот как раз вот моим научным руководителем Надежды Романовны Максимов был вот впервые описан данный вариант, и он оказался наиболее дестабилизирующим, по крайней мере, по исследованиям института, который мы проводили, среди всех описанных вариантов в литературе, имеется в виду те, которые не сенс-варианты, которые вот представлены на левом слайде, на... вот, в левом слайде. И целью данного исследования было как раз-таки смоделировать структуру, да, для того, чтобы понять патогенетические основы данного заболевания софт-синдром, а также и других сложных фенотипов, которые ассоциированы с данными патогенными вариантами. Для этого также был проведен литературный поиск, и были обнаружены, точнее, были скорректированы фенотипы, основные, конечно, они связаны с скелетами, с нервной системой, вот здесь они приведены на слайде, и были отфильтрованы вот 45% вот с известными фенотипами и известными миссенс-вариантами в гамазиготном и в компаунге-деразиготном состоянии. Методом альфа-фолд, вот как раз вторым и третьим, как бы вот в ходе выполнения работы как раз вот вышла третья версия, и все исследования, которые были проведены на второй версии альфа-фолда, также были повторены на третьем, и это даже немножко изменило наши результаты, точнее, вот интерпретацию результатов. Мы далее по слайду я вам более подробно об этом расскажу. Итак, были смоделированы структуры белка. Белок анбас, он не мембранный, но он имеет сайты связывания с мембранным белком, который называется ЮС-1. Он крепит комплекс НРЗ, куда входит белок анбас. НРЗ расшифровывается как НБАС-1-10. Это три белка, которые отвечают за первичную сцепку везикулы с эндоплазматическим ретиклоном. И вот как раз таки методом альфа-фолд были установлены основные сайты связывания. Здесь представлен, например, сайт связывания НБАС-ССЗВ-10 и сайт связывания НБАС-СЮС-1. ЮС-1, он более на Н-конце, а сайт связывания с СЗВ-10, он находится более на С-конце, но тем не менее он не затрагивает участок софт-синдрома. То есть софт-синдром, вариант софт-синдрома находится на 1914-й позиции, а те сайты связывания, которые мы предсказали, у них верхняя граница это 1643-я аминоксота. Следующая известная функция данного белка является участие в липидном обсозревании липидных капель. В этом взаимодействии участвует ДРАП-18, он как раз таки находится на поверхности липидной капли, и тоже первичная сцепка происходит через комплекс НРЗ, и непосредственно, по данному моделированию, которое мы провели, непосредственно с белком НБАС. Есть очень интересные результаты, и вот обратите внимание, что одиночные компоненты комплекса, компоненты комплекса НРЗ, НБАС, ЗИВИ-10 и РИНК-1, они также имеют сайты связанные между собой, это подтверждено молекулярно, но конкретно только молекулярные результаты, они более показывали, как будто бы больше ЗИВИ-10 контактировать. Но тем не менее, по нашим результатам моделирования в комплексе, то есть когда в Альфа-Флот запускается структура полностью, которые содержат и НБАС, и ЗИВИ-10, и РИНК-1, и РАВ-18, все-таки они показывают нам, что консенсусные сайты связывания, они все-таки расположены именно на НБАС, но не на ЗИВИ-10, как это было показано экспериментально. Вот тут мы подтверждаем эти результаты, что они единичные, если их запускать на пулдаун эксперимента, то действительно есть сайты связанные, но тем не менее в самом комплексе все-таки предпочтительно РАВ-18, он связывается именно с НБАС, и как раз-таки эти участки связывания были установлены вот данным методом предсказания белковых структура ранее, это участие в нонсенсово-посредственном распаде ИРНК. Есть очень сильная экспериментальная база, которая подтверждает взаимодействие белка НБАС с основной филиказой, вот коровым белком НМД, это УПФ-1, но тем не менее, по крайней мере, по нашим результатам мы не смогли найти конкретных сайтов связывания, вот УПФ-1, СНБАС, к сожалению, мы пытались запускать, но тем не менее, мы не смогли обнаружить. И вот тот момент, когда я говорил о том, что мы при перезапуске на третьей версии Альфафолда, вот мы также установленный сайт связывания, до этого мы не смогли подтвердить на третьей версии Альфафолда, поэтому мы это также включили в наше обсуждение, вот данные работы, которые были приняты буквально неделю назад, для публикации. На данной представлена здесь модель белка НБАС, и картированы все известные патогенные варианты, и можно заметить, что вот эти патогенные варианты имеют вот скопление на этих самых сайтах связывания, на сайтах связывания, предсказанных с Альфафолтом, но тем не менее, также вот на конце, где расположен, например, вариант СОФ, вот он, например, вот здесь, также есть такие горячие точки накопления, вот, и это как бы косвенно подтверждает, что именно эти участки, они для чего-то важны, но вот пока что мы можем подтвердить только вот эти, те участки, которые отвечают именно за взаимодействие, то есть требуются дальнейшие исследования данного взаимодействия. Субдоминная архитектура белка, и также были картированы, в данном случае, и сайты связывания, и патогенные варианты, которые известны сегодня в литературе, и по ней можно уже примерно ориентироваться по субдоминной архитектуре данного белка НБАС, и посмотреть, в каких субдоминах расположены те или иные варианты. Это было сделано для следующего слайда, где мы картировали пациента с теми или иными патогенными вариантами на трехмерную структуру белка, в данном случае, когда я говорю структуру, я имею в виду субдоминную архитектуру по ПАЕ, то есть тогда мы в целях дискуссии были описаны некоторые регионы и даны им имена, и в данном случае можно заметить, что патогенные варианты, точнее пациенты с патогенными вариантами, у них атрофия зитка лева, она исключительно на C-конце белка, а именно на домине C-body и C-tail расположены их патогенные варианты, в то время как при ОПН все-таки большинство, и даже тот, который описан практически около субдомина C-body, все-таки он расположен на N-конце, то есть все патогенные варианты, которые привели к развитию ОПН, они описаны на тех субдоминах и на тех сайтах связывания, которые мы предсказали. И в самих выводах, изначально данная работа, она была направлена на изучение как раз-таки вот софт-синдрома и C-конца, но мы не смогли обнаружить конкретных сайтов связывания участка C-конца с каким-то другим белком. Но тем не менее, те сайты, которые мы обнаружили, они связали развитие вот другого, частого синдрома от IELTS-2, это синдрома детской печеночной недостаточности, с теми сайтами связывания, которые мы обнаружили. И вот функция C-конца до сих пор остается вот неизвестной. Возможно, что она нарушает какую-то более, грубо нарушает геометрию вот самого белка, так что, возможно, там тоже сайт связан и как-то, возможно, связан, но, по крайней мере, теми инструментами, которые мы пользовались, вот мы не смогли этого обнаружить. Но вот то, что обнаружили, вот то обнаружили. Спасибо за внимание. И в каких случаях ее используют для тех модельных решений, которые вы продемонстрировали? То есть это именно доказательство патогенности вариантов или доказательство просто взаимодействия между белками и насколько эта программа отражает реальные процессы, которые идут в клетке? Спасибо за вопрос. Это очень такое наиболее животрепещущее, потому что действительно достоверность данного метода, она очень сильно зависит от существующих на сегодняшний день экспериментальных данных, которые были получены, вот трехмерные модели, которые были получены другими методами, мокрыми методами. И, допустим, если бы изобрели альфафол не сейчас, когда уже есть огромное количество известных структур, валидированных, то тогда бы предсказательная способность данного метода была бы очень низкой. Но благодаря тому, что уже накоплено очень большое количество структур, на которых данное и обучалось, данный инструмент имеет очень сильную предсказательную способность. Вы действительно правы, что данный инструмент используется, вот есть публикации, как раз-таки в Nature и других известных журналах, что данный инструмент сейчас используют вот альфа-миссенс, если я не ошибаюсь, это еще один алгоритм от предсказания патогенности того или иного варианта, он как раз-таки основывается на тех данных, которые моделировал, смоделировал вот данный инструмент альфафол. Это вот то, насколько я знаю. Сам инструмент активно сейчас используется для подтверждения тех структур, которые были получены вот рентгенокристаллическими методами и другими мокрыми методами, точнее, мокрими исследованиями, которые тоже изучают структуру белка. Они как бы дополняют, то есть я, по крайней мере, читал такие работы, которые они получили какую-то трехмерную модель, но, насколько я знаю, я не сильно шарю в этом, но, насколько я понимаю, они получают не совсем точную структуру, а вот с помощью альфа-фолта они могут уже более точно предсказать те структуры, которые они получили визуально, в данном случае, с помощью более таких физических методов. Да, правильно я понимаю вашу логику. Вот если мы проводим такие исследования, то если у нас удается восстановить белок-белковое взаимодействие, то там и надо искать патогенные варианты. Это вот характерная история для вашего случая или вообще это характерная история для поиска, так сказать, концентрации патогенных вариантов в генах? Да, это является ведущей гипотезой на сегодняшний день, по крайней мере, именно за эти взаимодействия, которые мы искали, мы их и хотели найти. Вот единственное, что мы не смогли найти, да, это вот УПФ-1. К сожалению, я, по крайней мере, не смог найти дополнительных исследований. Исследования по данному белку, они очень единичны, и конкретно УПФ-1 искали коллектив авторов из Шотландии, да, у них очень много работ, но, тем не менее, ну, по крайней мере, я не смог найти. Я вот не знаю, в чем дело, но, вот, ну, по крайней мере, вот по тем другим, да, там, по крайней мере, в работах вот с 15-15 года, да, с 16-го года, которые впервые описывали IELTS-2, они также исследовали функцию ретроградного мигранного трафика, то есть нарушается ли данная функция при тех или иных патогенных вариантах. И да, действительно, они ориентируются в основном на то, что при их вариантах будет нарушено данное взаимодействие, то есть будет нарушено взаимодействие с УПФ-1, с УПФ-1. Там еще вот УПФ-1, он входит в другой комплекс, он называется синтаксин-18, там еще есть другие компоненты, да, то есть они тоже смотрели, это уже немножко, как бы я залезаю в рит-обзор, но суть заключается, да, в этом, что все экспериментальные методы, которые, экспериментальные подтверждения, да, то есть функциональные исследования патогенных вариантов, они все были направлены на то, чтобы выяснить, нарушен ли ретроградный мигранный трафик о данных, ну, то есть при данном патогенном варианте нарушается ли данная функция белка. Характерно для каких белок-белковых взаимодействий? Это на мембране, там, внутриклеточного транспорта, то есть это вот как-то будет различать, или вообще это вот в целом такой общий механизм найти, где белки друг с другом взаимодействуют, там, посмотри, есть ли компоненты, и значит, скорее всего, они патогенные. То есть вот какая-то вот есть логика, да, или я не до конца понял, да, вот некоторые. Вот в данном случае мы именно эту логику мы и преследовали вот данным исследовательством. Есть еще один белок, который, ну, на данный момент я изучаю, это белок EXT1 и EXT2, он отвечает за множественную экзостростную хондродисплазию. Например, это очень маленький белок. Если вы заметили, белок N-Bras, он очень большой, это 2371 аминокислота, и получить его, насколько я понимаю, я, может быть, мешаю, но, насколько я понимаю, большие белки очень сложно поймать вот этими рентгеноструктурными методами. А вот EXT1, это очень маленький белок, он около, там, 700 аминокислот. И там дело в том, что весь он, то есть он, это EXT1 и EXT2, весь белок, он участвует, то есть он полностью, практически всей поверхностью, он участвует в этом взаимодействии. Вот, например, в этом случае искать какие-то сайты связывания практически бесполезно, потому что, ну, сам белок, он уже весь в этом взаимодействии. А вот белок N-Bras, его еще называют моллайтинг белок, то есть моллайтинг, это такой термин для белков, которые имеют несколько функций. Вот как раз таки, вот наша гипотеза в том, что как раз, если белок такой вот, имеет несколько функций, то целесообразно искать на нем участки, которые отвечают за ту или иную взаимодействие тире ту или иную функцию. Вот, но мы так считаем на время. А это только для белков характерно? Либо, может быть, надо смотреть либо на протеиновые комплексы с точки зрения взаимодействия. Вот эта, как бы, логика там работает, не работает? Да, белковые комплексы, я вот, как раз представлял в предыдущих слайдах формирование белкового комплекса NRZ и его взаимодействие вот с этим дополнительным модулирующим белком РАБ-18. И было выяснено, что вот именно в комплексе, сайты связывания РАБ-18 находятся именно на НБАС. Хотя экспериментально, мокрыми методами в 18-м году, если я не ошибаюсь, было выяснено, что предпочтительные партнеры по взаимодействию все-таки из 9-10. Но тем не менее, по результатам нашего моделирования все-таки это белок НБАС. Прошу коллеги. Что белок большой, может там какие-то пост-трансляционные модификации НБАСа должны произойти для какого-то конкретного белкового взаимодействия. Ваше предположение все-таки? Да, спасибо большое за данный вопрос. Очень он меня волновал долгое время. Знаете, вот здесь дело вот что может быть. Возможно, что действительно они как-то меняют конформацию белка и впоследствии при добавлении данных модификаторов возможно будет какое-то взаимодействие непосредственно НБАС с УПФ1. Это такое возможно, действительно. но мы запускали не только коровые белки УПФ1, УПФ2 и УПФ3 А и Г. Это коровые белки НМД. Также есть вспомогательные белки, которые называются СМД. Я вот не помню, как они расшифровываются, но в общем их тоже очень много. Сначала вообще ну ладно, это может быть столько и что я. Ваши вспомогательные белки они как раз таки отвечают за такую пространственную ориентацию вот этого нового комплекса хеликаза. Глот вообще вообще шок. И мы обнаружили вот по результату модели ну уже пускали вообще все вот эти СМД, которые есть в зависимости взаимодействия. И мы на самом деле нашли одно взаимодействие. Это белки СМД 6 и СМД 7 насколько я помню. Они не имеют какой-то вот четкой функции, они просто организуют вот пространственные эти вот хеликазы. И мы вот в своей работе, в своей публикации мы просто на этом сделали обсуждение. То есть мы не представили результаты, потому что у данного взаимодействия НБАС с белками СМД нету никакой дискуссионной пазы. То есть я вот говорил до этого, что работы по данному белку они единичные. Это делают такие изолированные научные коллективы. И конкретно вот НМД, связью НМД с НБАС занимался один только коллектив. И он очень сильный акцент сделал на том, что есть взаимодействие прямое, непосредственно прямое взаимодействие НБАС с УПФ1. Мы такого не обнаружили. Но мы вот как раз таки обсудили, что возможно есть взаимодействие не напрямую с УПФ1, а вот с другими белками, которые входят в этот комплекс. Там он называется СУРФ, если я не ошибаюсь, СУРФ комплекс и туда входят и УПФ1 и белки СМД. Вот возможно, что это взаимодействие как-то опосредованно. То есть оно не напрямую, но как-то оно через другие белки возможно. А так, да, спасибо за вопрос. Это действительно оно после трансляционной тоже возможно. Просто это такой вопрос, по крайней мере, ну, я знаю, что вот третья версия, она вроде бы может добавлять посттрансляционные модификации, просто по крайней мере в литературе какие именно модификации есть у данного белка, ну, неизвестно. По крайней мере, я не находил такого. А еще вопрос есть? Да, можно, пожалуйста, я взял вопрос? Спасибо большое за доклад. Вы могли бы вернуть, пожалуйста, слайд с материалами и методами, если это возможно. Меня интересует сравнение Альфа Фол 2 Альфа Фол 3 там было вот N 45 и 13. Можете, пожалуйста, подсказать, что это конкретно за количество чего? Да, спасибо большое за вопрос. В данном случае, где написано Альфа Фол 2 это комплексы, сгенерированные и проанализированные комплексы. Проанализировано всего 45 комплексов и уже была написана работа, ну, по крайней мере, та, которую я сейчас представлю, она уже была написана и уже было написано обсуждение. Во время этого выходит третья версия Альфа Фолда. И мы перепроверяли все эти комплексы. Конечно, не все 45 комплексов были удачными. То есть, там есть и неудачные, те, которые... есть, например, взаимодействие... вот, я не знаю, сейчас показывает, да, сказать... Есть, например, взаимодействие анбас с белком на танго 1. Тут, возможно, он где-то есть. Я указывал его. Ну, например, не смогли найти это взаимодействие. Вот. И эти все взаимодействия, эти все комплексы, они входят в эти 45. А третьим Альфа Фолда мы просто переподтверждали полученные результаты, вот, которые мы уже включили в результаты и включили в обсуждение. Поэтому здесь написано 13. То есть я правильно понимаю, что из 45 комплексов, которые были обнаружены на Альфа Фолд 2, только 13 были на Альфа Фолд 3 подтверждены? Из них, как бы, или... Да. Ну, были перезапущены в данном случае, да. Использованы в обсуждении 13. Спасибо большое. Спасибо. Давайте тогда перейдем, двигаемся дальше. Спасибо большое, Леонид Русланович. Следующий у нас...